девчонки всем большой привет с вами аня сегодняшнее видео будет о втором триместре моей беременности если вам интересно оставайтесь со мной приятного просмотра и первое что я хочу сказать что второй триместр у меня уже подходит концу буквально для тех кто не знает второй триместр начинается с 13 и длится до 27 недели включительно вот такой самый считается на верно более стабильный период более легкий период но что я скажу по себе я все-таки ощущаю разницу от первой беременности и от 2 и 2 беременность переносится тяжелее сложнее и все-таки я прихожу к выводу о том что много раз я слышала чем старше женщина тем сложнее выносить и родить ребенка я полностью с этим согласна потому что прошло больше ну сколько два два с половиной года когда я рожала первого ребенка сколько мне было тогда лет сколько сейчас все-таки время идет и я вам советую не затягивать с рождением детей потому что действительно с возрастом выносить ребенка гораздо сложнее чем вы родите и забеременеть и молоденькой поэтому конечно молоденьким проще с этим второй триместр у меня я начала пить витамины по рекомендациям своего гинеколога и началась витамина витрум принаталь вот такие я их пила и в первую беременность вот так как всеми хваленые витамины как они называются левит по моему левит в общем которая рекламируется левит про наталь не советуют врачи лично наши потому что в них не содержится йод и если их пить нужно еще дополнительно пить йод то есть это морока получается вы пьете одни дорогие витамины плюс еще себе пихаете этот йод то есть для меня это морока поэтому я выбрала вот такие витрум принаталь здесь 30 таблеточек пропив эти витамины я долго читала в интернете отзывы на другие витамины и случайно заглянув в свою книжку по беременности я увидела что гинеколог мне написал витамины феми бион 2 я прогуглила эти витамины и на них столько положительных отзывов все писали что это лучшие витамины я решила их попробовать вот так выглядит пачка есть феми бион 1 и феми бион 2 феми бион 2 с 13 недели до конца периода лактации действительно эти витамины супер я могу согласиться с отзывами что они наверное одни из самых лучших выглядят они следующим образом нужно за раз выпить таблеточку и вот такую капсулу неважно в каком порядке но вот я их пью утро во время еды и это у меня уже вторая или третья упаковка я постоянно их беру стоят они дороже ну в общем где-то как и левит они стоят тысячи чуть больше тысячи но это хорошие стоящие витамины сейчас до пиву допью их вот до второго до конца второго триместра и сделаю небольшой перерыв затем куплю еще возможно эти возможно другие что касается моего общего состояния то состояние было не очень таки стабильная были и хорошие моменты и какие-то моменты когда я нервничала у меня часто болел живот то есть бывало я гуляла с ребенком или там мы ходили на почту начинал капризничать и у меня начинал болеть живот поэтому конечно этот период и для меня не являлся столь легким как в первую беременность также во время второй беременности также как и первая проходила процедуру барокамеры это для того чтобы получить больше кислорода для себя и малыша а вот эта процедура вполне приемлемо многими и назначают для того что мне не было нехватка кислорода для ребенка а гуляю я мало потому что у нас зима холода поэтому на улицу часто не выйдешь живот у меня начал расти наверное такие с 15-16 недель тоже очень отличительно от первой беременности в первой беременности живот был начал расти намного раньше вот здесь живот начал расти позже но такими стремительными темпами что сейчас мне кажется мой живот больше чем в первую беременность на этом же сроке то есть если сравнивать он больше вот то есть он за этот короткий период вырос с 25 с 15 где до 25 до 26 недель вырос значительно таки быстро вот у меня было скрининг в 19 недель по плану все вот так же я начала ощущать боли в животе и гинеколог мне посоветовала пройти еще дополнительный скрининг в 24 недели вот все хорошо подтвердили что кислорода достаточно как бы быстренько посмотрели поэтому ничего плохого не обнаружили также мне пришли рассказать про питание спорт готовилась ли я к ру готовилась ли я беременности могу сказать что спортом я кроме как домашней гимнастики не занималась давно то есть как я ушла из спорта которым я занималась за там много лет я больше к спорту не возвращалась никаким тренажерным залом не к своему спорту то есть я занималась чисто дома физической культурой вот но перед беременностью я ничем не занималась насчет питания я тоже особо себя не подготавливала и сейчас я себя особо не ограничиваю в питании то есть ем стараюсь конечно есть полезную пищу в том числе в большем количестве нежели вредной но все-таки иногда хочется так что питалась я в принципе питаюсь сейчас как и питалась до беременности то есть конечно стараюсь есть меньше жирной пищи вот но тем не менее питание моё как и в первую беременность была абсолютно идентичным что касается кофе тоже спрашивали многие первую беременность я вообще не употребляла кофе заменила полностью вот цикория но моя слабость кофе все с годами растет и все-таки в эту беременность и не смогла себе отказать в кофе и я употребляю кофе которая с кофемашинки да это латте и капучино то есть где достаточное количество молока и кофе употребляю два раза в неделю не чаще то есть чтобы не было давление скачков давления именно потому что скачки все-таки бывают периодами но в целом нормальное давление никогда не жалостно повышенное или пониженное поэтому кофе конечно я не говорю об этом своему гинекологу потому что все гинекологи категорически против кофе насколько я знаю по крайней мере у нас вот поэтому я пью кофе тайком два раза в неделю но я не замечаю ничего такого поэтому слава бог все хорошо посещаете упощая врача я раз в 20-30 дней то есть там зависимости от того как запись и за этот период последнее время конечно стала набирать больше по граммам да по килограммам чем в первый период из первый триместр я вообще не набирала затем я немножко сбросила затем начала активно активно набирать вес вот что касается волос также я волосы окрашиваю в первую беременность окрашивала и окрашиваю вторую беременность без аммиачной краской лондо о которой я вам уже говорила также собираюсь ближайшее время но в третьем триместре уже покраситься какой-то краской лореалевской наверное тоже без аммиачный вот попробовать так первое шевеление я почувствовала значительно раньше чем в первую беременность потому что говорят что вторую беременность все чувствуется раньше потому что уже все это с опытом приходит и первое шевеление у меня начались 16 недель я почувствовала их прям вот знала уже что это шевеление и сейчас пинки настолько активные что просто их невозможно не заметить иногда они настолько болевые поощрения у меня малыш сейчас находится в тазом подлежание кирилл мой первый ребенок никогда так нельзя он сразу лежал вниз головкой и видимо из-за того что ребеночек сидит на попе и пинает ножками и из-за этого хочется во первых постоянно постоянно по маленькому ходить в туалет и болевые ощущения чувствуется сильнее вот но надеюсь что он перевернется и все будет хорошо потому что время еще есть так что еще и не сказала что еще и не сказала да в скором времени я ухожу в декрет то есть у меня получается я ухожу из декрета в декрет то есть даже еще не отсидев первый декрет потому что декрет я брала до трех лет так что в целом все хорошо сейчас вообще все нормализовалась и кислорода достаточно и гуляю я стараюсь чаще поэтому живот у меня сейчас в принципе не беспокоит единственно стали маловато конечно все вещи в том числе и зимние одежды я подбираю для себя что-то новое буду наверное покупать какую-то одежду еще потому что в свою я не вовсю уже влажу но в целом все хорошо чувствую я себя хорошо поэтому наверное это все что я хотела вам рассказать если что-то забыл обязательно задавайте мне свои вопросы комментариях буду рада вам ответить надеюсь что я была вам полезна всем до скорых встреч пока